Книга «Открытым оком», седьмой том, вопрос 1841, тема «Жития». Я воспитана на почтении к житиям святых, и тем более тех святых, о ком известно, что они были великими. Вы неоднократно говорили, что Арсений Великий не прав был, что он молчал и так учил людей. Почему вы так думаете, что ваше суждение вернее, чем мнение тех, кто был с ним рядом, кто видел плоды этого его молчальничества? Тем более даже видения были, что Арсений выше тех, кто творил прием посетителей, как Моисей Мурин. «Докажите, что вы правы», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы ставите мне вопрос, совершенно для меня невыполнимый. Как я могу доказать свою правоту, когда здесь нет Арсения? Если бы вы попросили сравнить житие Арсения Великого с Библией и показать, где конкретно он не прав, тогда мы бы вместе, помолившись, могли посвятить этому разбору драгоценнейшее время. Выдержки из житий Арсения я буду брать в кавычки. И вы этому можете не верить, но возьмите жития за май месяц, и под восьмым числом найдете житие сего человека. Приведя выдержку из жития, буду давать рассмотрение выдержки в сравнении с Библией. Повторяю, что я не знаю, так ли было действительно в жизни этого человека. Но мы договорились, что жития – это пока самый надежный источник, по которому мы можем одинаково рассуждать о личности данного подвижника. В кавычки открывается. Преподобный Арсений родился в Риме от благочестивых родителей христиан, которые воспитали его в страхе Божьем и обучили его наукам. Арсений, приняв на себя сан диакона Великой Римской Церкви, проводил жизнь целомудренную, стараясь соделать из себя достойное жилище святого и всеосвящающего духа. Кавычки закрываются. В скобках. Жизнь и деятельность преподобного Арсения располагается по годам так. Родился в 354 году, принят ко двору на 29-м году жизни в 383 году, 11 лет жил при дворе до 394 года, 40 лет прожил в Скидской пустыне до 434 года, 10 лет жил в Трагине или Трайоне, 3 года пробыл в Канопе, 2 последние опять в Трагине и умер на 96-м году жизни в 449 году или начало 450 года. Четвертый век. Век обмерщения Церкви. Когда к власти пришел Константин Великий и массы самых грешных и необращенных, невозрожденных людей хлынули в Церковь. Об этом криком кричат жития. Этот век и дал всплеск распространения монашества. Как протест против этого обмерщения. В самом центре, в Вавилоне, распущенности и жил юноша, и учился в среде утопавших в роскоши. Слово «благочестивые родители» вовсе не означает, что они были возрожденными. Так говорится о тех законопослушных гражданах, кто не поддерживал еретиков, кто внешне соблюдал установление господствующей Церкви. Абсолютизм власти и прислуживающий ему Церкви закрыл Слово Божие. И по нему не было никакой нужды сравнивать жизнь. Об этом сетует и рыдает Иоанн Златоуст, 347-407 года жизни. И все святые отцы. Жизнь языческой столицы была развращающей. Нужно знать, что даже среди епископов не было настоящих проповедников. Иоанн Златоуст был первым, кто стал говорить не по бумажке, изустно, на память. Это было чудом века. А во времена апостолов это было совершенно обычным явлением для самого маленького простолюдина. Епископы не учили народ. Священники молчали. Про диаконов, как и сегодня, не приходится даже и говорить. Много ли даже в Москве в этом 2004 году от Рождества Христова диаконов, которые проповедуют чистое евангельское учение. Евангельское они занимаются разъяснением обрядов, что означает их ребусные движения. Сейчас трудно найти священнослужителя в Москве, который не имел бы хотя среднего образования. Но, как правило, у них есть мирские институты и семинарии, академии и даже профессорские звания. А диаконов сейчас в Москве 287. И ни одного проповедника евангельского учения. 732 священника на 681 храм и часовню. Да что Москва, если на 154 сегодняшних архиерея во всей патриархии найдешь ли одного, кто мог бы сделать это сравнение их жизни по Библии? Сравните начать ревизировать свою жизнь по деяниям апостолов. А ведь даже сейчас есть 312 мужских монастыря и 325 женских, 167 подворий и 45 скитов, 5 академий, 1 богословский институт, 2 университета православных, 33 духовных семинария, 44 духовных училища, 14 пастырских курсов и 3 епархиальных женских училища и несколько иконных и регенских курсов. Данные из доклада патриарха Алексия II 2003 года. Слово Божие было закупорено, оно не было известно простолюдинам. И в этой среде вращается в самом высшем обществе молодой человек. Какова его практика, как благовестника, как миссионера среди язычества. Да если бы он только слово на эту тему выдохнул, как его смели бы в низшие слои социальной корзины, навсегда порушив его карьеру, как поступали с такими активистами в годы советской власти. Значит, он еще даже и не начинал подвизаться за евангельскую веру, за благовестие Евангелия. В это время восточную часть Римской империи, восточную частью Римской империи управлял Феодосий Великий 379-385 годы, западную Грациан 375-383 годы. Феодосий, имея двух сыновей, Аркадия и Гонория, искал для них такого учителя, который бы научил их не только человеческой, но и божественной мудрости. Феодосий хотел, чтобы дети его были обучены не только философии и другим эллинским наукам, но и добродетельной, богоугодной жизни христианской. С этой целью Феодосий приказал искать по всей империи своей такого человека. Однако найти не мог, потому что посланные его находили много умных и ученых людей, проводивших жизнь небогоугодную, и наоборот встречал людей жизни благочестивой, но совершенно не обученных светским наукам. Поэтому Феодосий вынужден был написать к западному императору Грациану о том, что ему для обучения детей нужен такой именно человек, как сказано выше. Грациан же, посоветовавшись об этом с папою Дамасом, сказал ему, «Стыдно будет царству нашему, если мы не найдем в нем человека добродетельного и мудрого, какого просит император Феодосий». Нам нужно найти такого человека, который мог бы сыновей его и философию научить, и наставить страху Божию не только словом, но и примером своей добродетельной жизни. Кавычки открываются. Тщательно поискав по всему Риму, они не нашли более премудрого и более добродетельного мужа, как Арсения Диакона, проводившего жизнь добродетельную и превосходившего многих своими подвигами, и уже не юного возрастом. Призвав его к себе, они передали ему желание царя Восточного и приказали Арсению идти к нему. Но Арсений всячески отговаривался, говоря, что он уже давно оставил все мирские науки, так как решил посвятить себя на служение Богу в звании клирика. А Арсений говорил, что он уже давно забыл все речи ритеров, так как решил посвятить все силы свои на служение церкви и алтарю. Император с папой увещевали его исполнить их просьбу, так как они просили его о деле полезном всему христианскому миру и церкви Божией. Они говорили ему, что он должен научить детей царских не только к нежной мудрости, но и христианскому благочестию, дабы они не верили в языческие басни, а защищали бы и распространяли веру христианскую. Тогда Арсений против своей воли повиновался приказанию императора и папы. Они отправили его в Константинополь к императору Феодосию с великою честью. Кавычки закрываются. При царском дворе Николай I воспитал его детей Жуковский В.А. Поэт и друг Пушкина Александр Сергеевич. Саша сам насчитывает в своем реестре 113 своих любовниц. Мог ли Арсений выйти за рамки официального монастырского православия? Как жили при дворе? Что для них было главным? Отец Феодосий вносил коррективы в метод обучения, чтобы чинопочитание его отпрысков было заменено на строгость. Но чем больше кавычки открываются, но чем большая слава окружала Арсения, тем больше он скорбел духом, потому что сердце его не лежало ни к славе, ни к богатству, ни к суетной мирской похвале. В глубине души он сильно желал послужить Богу в смиренной жизни иноческой, в безмолвии и нищете. Поэтому Арсений начал усердно молиться ко Господу, прося освободить его от пребывания в царских палатах и сподобить его пустынной иноческой жизни. Случилось однажды, что Арсений как-то заметил за Аркадием некоторый проступок. Рассердившись на него, Арсений побил его розгами и при том настолько сильно, что Аркадий помнил это наказание до самой смерти своей, так как следы розок остались на теле Аркадия. Все это произошло по промышлению Божию. Дабы через это освободить Арсения от сей мирской жизни и дать ему возможность проводить пустынное иноческое житие, которого так жаждал преподобный. Аркадий, затаив в сердце гнев на учителя своего и придя в совершенный возраст, стал думать, как бы ему убить Арсения. Он открыл намерение свое одному доверенному советнику и упрашивал его убить Арсения, каким ему угодно способом. Но тот, боясь Бога и императора Феодосия и не желая делать столь дурного поступка, тем более, что уважал Арсения за многие его добродетели, тайно наедине передал ему замысел Аркадия и советовал преподобному поберечь свою жизнь. А Арсений же, преисполнившись скорби и страха, начал снова со слезами молить к Богу, чтобы он направил его на путь спасительный. Ночью во время молитвы Арсений услышал свыше голос, говоривший, «Арсений, беги от людей, и ты спасешься!» Услышав это, Арсений оделся в худые одежды и, выйдя тайно из дворца царского, пришел на берег морской. Здесь, по Божию промышлению, он нашел корабль. Отправлявшийся в Александрию, он сел на него и отправился в путь, возложив все упование свое на Бога. Когда корабль прибыл в Александрию, тотчас Арсений отправился в скит подвижников. Придя в церковь, он начал слезно упрашивать пресвитеров, посвятить его в монашество и наставить его на путь спасения. Эти же последние, не видя, что с ними говорит муж честный и благоговейный, спросили его, «Кто ты и откуда ты пришел?» Он же отвечал им, «Я странник, и человек я убогий». Пресвитеры посоветовавшись между собой о том, кому бы можно было отдать пришельца для наставления иноческому житию, решили отдать его Авве и Уанне Колову, о чем и известили его. Кавычки закрываются. Потерпев полный крах, как учитель, Арсений совершенно ни разу и нигде не сверяется со священным писанием. И тут некий голос, который еще не раз будет учить его, подсказывает, как поступить. Он настолько хорошо усвоил эту заповедь, что и после смерти своего врага продолжал скрываться. Даже в церкви он стоял так, чтобы лица его никто не увидел. Скрытность его не поддается описанию. Похоже, что тот страх так и не оставил его. Тем более, директива того голоса неведомого не была отменена ни разу. «Беги от людей, и ты спасешься». Кавычки открываются. Между тем, император Феодосий начал разыскивать Арсения. Вскоре же после того, как он ушел из дворца, Феодосий очень сожалел об Арсении и потому велел искать его в разных городах. Однако никак не мог найти его, так как Господь скрывал место пребывания угодника своего до того времени, когда ему благоугодно будет явить его миру на пользу многим. Арсений же, живя в келье, указанный ему старцем, подвязался в посте, молитве и трудах иноческих, и так преуспел во всех добродетелях, что превзошел многих старцев своими подвигами. Однажды, когда он молился, сказал, «Господи, научи меня спастись!» В ответ на это был голос с неба, говоривший, «Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании, это корень добродетели!» Вот состояние, так, кавычки закрываются, вот состояние человека, равного которому не было в империи восточной и западной. Уже в пустыне, уже нося ангельский образ, он не знает, как же спастись. Да разве мог такой вопрос задать хотя бы один прихожанин даже Галатской церкви или Эфесской? Что же это за прихожане были в православной церкви, что диакон, учитель царей, монах, и не знает, что знала Мария Магдалина, знал Тимофей, полукровка далекой провинции, или здесь пишут, что попало о писателе житий, или действительно так и было? Это чинопочитание к монашеству и инокам достигло своего апогея, когда Библия была закрыта и спрятана, а указания Божии были сведены до буквального в наличии имеющегося контактера, кто что услышал от некоего голоса. И этот голос никто не проверяет 1600 лет. 2 Коринфянам 11.3 «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 1 Тимофея 5.15 «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Невозрожденные от Духа Божия чрезвычайно жаждали чудесного, необычного и тут же награждали обладателя сего необычного дара званием Великий. Деяния 5.36 «Явился Февда, выдавая себя за кого-то великого». Деяния 8.9 «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Скажут, что они десами себя за таких выдавали, но люди их уже почитали не просто великими, а богами». Деяния 14.11 «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Деяния 28.6 «Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Неужели никто и ни разу не попытался сравнить то, чем руководствовался Арсений, проверить по Библии? Голос, сказавший ему про молчальничество, был совершенно противоположный голосу Иисуса из Назарета, Иисуса, который воскрес грядет судить всех по слову своему, неизменному и неотмененному». Иоанна 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Если Библия есть слово «саваофа», то что значит «великие» «ли люди или невеликие». Если они идут против слова Божия, им остается только зафиксировать рядом с великим слово «анафема». Даже если и крылья у него и чин ангельский, или даже сам ангел «анафема» и крыльям будет привязано. Галатам 1, 8, 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, то благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Странно и страшно читать и видеть, как люди друг перед другом горбатятся и боясь как-то не уважить чей-то сан, его святость, его мощи, в то же самое время так свободно легко и умышленно пренебрежительно относятся к слову Иеговы. Но если чьи-то действия идут совершенно вразрез со словами Духа Святого, то к кому же нам прислониться? К Богу или к великому человеку и его великому заблуждению и восстать против голосов свыше, которые уводят от голоса единого пастыря душ Христа. Деяния 26, 22. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Иеремия 33, 3. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Кавычки открываются. Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании, это корень добродетели. Кавычки закрываются. Если первый раз голос был лично к Арсению и он спас тело свое, бежав в Александрию и в пустыню, то второй раз очевидно тот же самый некий голос уже более поучительно, так как Арсений вполне доверился этому голосу, распространяет указания на всех, обобщая этим указанием свою мысль о спасении. Если об этом пишут сегодня в житии Арсения, значит он не скрыл этого голоса и что он имеет связь и верит этому голосу. И никто за 16 столетий промелькнувших в пустынях с тех пор так и не подсказал, что этот голос совершенно не те слова говорит, какие были от Духа Святого в Библии. Марка 16,15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Лука 24,49 И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Иоанна 15,26 Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Деяние 1,8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли Деяние 4,33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа И великая благодать была на всех их Иоанна 17,20 Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их 2 Коринфянам 4,4 «Для неверующих у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Кавычки открываются. Внимая этому голосу, Арсений ушел из того места вглубь пустыни и построил здесь для себя небольшую келью. В этой кельи он всегда пребывал один, всемерно стараясь соблюдать молчание. Он избегал всяких бесед и постоянно устремлял ум свой к небу. Пребывая на земле телом, он духом возлетал горним силам. Каждый воскресный и праздничный день он приходил в церковь. По окончании богослужения тотчас возвращался молча в свою келью. При этом он никогда не вступал ни с кем в разговор. Лишь только изредка, будучи спрошен, отвечал на вопрос не насколько возможно кратко и затем устремлялся к своему безмолвному жилищу. Все подвижники, обитавшие в Скидской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни преподобного Арсения. Один раз Авва Марк спросил его. Для чего ты, честной отец, удаляешься от нас? Арсений же отвечал ему. Знает Бог, как я люблю вас. Но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. Потому что на небе, хотя и очень много вышних сил, тысячи тысячей или десятков тысяч, но все они имеют одну волю, и потому единодушно славят Бога. Но на земле много воль человеческих и у каждого человека свои мысли. Каждый из нас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми. Кавычки закрываются. Кавычки открываются. Стремясь как можно ближе стать к Богу, Арсений всячески удалялся людей, так что даже не желал, чтобы кто-либо его видел или знал о нем. Однажды преподобный Арсений пришел на одно место, где росло очень много тростника. Он нашел здесь иноков, сидевших около тростника. Так как тростник шумел от ветра, то преподобный спросил иноков, откуда происходит этот шум? Иноки же отвечали ему, этот тростник шумит от ветра. Тогда преподобный сказал им, для чего же вы сидите здесь и слушаете шум тростника? Тот, кто действительно любит молчание, не должен слушать даже и пение птиц, которое может нарушить мир душевный, тем более может смутить сердце инока шум тростника. Кавычки закрываются. Теперь вступила в силу третья ступень научения от того голоса, когда принявший наставление голоса навязывает эту человеконенавистническую концепцию разделения служения Богу и служения человеку. Я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. При мощном образовании и огромном опыте при царском дворце и в столичном патриаршем храме он давил авторитетом без слов. Однажды брошенная фраза Арсением уже полторы тысячи лет давлеет надсказанными словами Христа и изничтожает на нет слова Евангелия о благовестии. Приставка «Великий» могла оправдывать любое самодурство и тиранию, любое невежество по отношению к Слову Божию и любое противление словам Иеговы. Это же и сегодня. На любое указание Библии православные только взглянут и хорошо, если тебя не сомнут гневом и при этом всегда сошлются на слова Батюшки и совсем уж неотразимо, если это сказал Иоанн Крестьянкин, Адриан из Лавры или Кирилл из Загорского Посада. Кавычки открываются. Иногда преподобного дерзали искушать бесы. Прислуживавший же ему брат, приблизившись к Келле его, слышал, как старец взывал в таких случаях к Богу, «Не оставь меня, Господи, хотя я и не сотворил пред Тобою ничего благого, но помоги мне по благодати Твоей положить ныне начало благое». Арсений много плакал об опустошении Скита, говоря, «Рим погубил мир, иноки же погубили Скит». Преподобный не всегда подвязался на одном и том же месте, но иногда переселялся из Скитской пустыни в более уединенные и безмолвные места, удаляясь от приходящих для бесед людей, так как они нарушали покой его душевный. Случилось ему быть близ реки и встретиться здесь с толпой путников, шедших той дорогой. При этом одна женщина египтянка прикоснулась к одежде преподобного, но он, оскорбившись, сделал ей замечание, что женщина не должна прикасаться к одежде монашеской. Женщина же та сказала ему, «Если ты монах, то иди в гору пустынную». Умилился старец от слов его и часто говорил себе, повторяя слова той женщины, «Арсений, если ты монах, то иди в горы и скитайся по пустыням». Один старец спросил Авву Арсения, «Как мне быть честной отец? Я никак не могу отстать от той мысли, что я стар, и потому не могу ни поститься, ни трудиться подвигами иноческими по причине старости. Поэтому мне кажется, что следует идти и посещать больных, так как это дело любви христианской». Преподобный же, уразумев, что это было бесовское искушение, сказал старцу тому, «Ешь, пей, спи, но только не выходи из кельей своих». Так сказал преподобный, потому что знал, что иноку, выходящему из своей кельи и приближающемуся к мирским селениям предстоят многие соблазны и искушения врага. Да и вообще не следует выходить безуважительной причиной из монастыря тому, кто умер для мира, подобного тому, как мертвец не выходит из гроба своего. Монах же, выходящий по своей воле из монастыря, поистине делается мертвым, потому что умирает душою». Когда же начал приближаться самый час кончины преподобного, то он начал много плакать и пришел большой страх. Ученики, увидав его плачущим, спросили его, «Неужели ты, честной отец, боишься смерти?» Но он отвечал им, «Действительно, я всегда чувствовал страх смерти во все дни иноческой жизни моей, начиная с того дня, в который я облегся образ иноческий. По внешнему виду преподобный был благообразен, как ангел, был сед, красив телом, худ от великого воздержания, бороду имел до пояса, имел очи впалые от постоянного плача, был высок ростом, но сгорблен от старости. Скончался преподобный после того, как прибыл 55 лет в иноческих трудах и подвигах постом и молитвою, благо угождая Богу». Продолжение следует...